Вчера, когда вся прогрессирующая мировая общественность справляла день популярнейшей игры в карты, в Екатеринбурге случилось происшествие, вполне подходящее по духу под категорию первоапрельского. Дело было на юго-западе, точнее в том местечке, про которое раньше можно было бы сказать во дворах за буревестником. В первом часу, первого апреля, к дяденькам, которые дружной бригадой работали какую-то работу по договору с местной управляющей компанией, подошла девочка и попросила помощи. Оказалось, что на территории средней школы номер 168 по адресу Серафимы Дерябиной 27А мальчик попал в засаду, точнее в капкан. Его ногу зажало дерево. Деревья нынче оживились, уж целый месяц прошел, соки забегали, дерева пустились в рост, некоторые даже в аномально резкий. Поэтому, когда дитё сунуло ногу между многочисленными стволами то ли гигантского кустарника, то ли кустистого дерева, оно за секунды обросло его ногу. К тому же сам мальчик – это тоже довольно быстро растущий организм, и его нога за это время тоже несколько увеличилась в размерах, в общем, заклинила. Сработала система ниппель. Втащить легко, вытащить невозможно. Вот и мальчик застрял. На этом основан принцип выживания в суровом уральском климате хищных плотоядных растений. Раз в год, 1 апреля, они вот таким образом питаются. Нога пойманного ребёнка на глазах буквально обрастает. Кора, луп, камбий, древесина – всё, как на уроках ботаники учили. Вскоре их лимфодренажные системы соединяются, и всё. После этого отрубить дерево или даже попытаться его попилить – означает причинить боль и вред уже самому мальчику. Остаётся его родным – лишь всячески заботиться о дереве, поливать его, кормить ребёнка, жалеть его. К зиме симбиоз обычно прекращается, дерево засыпает, и дитё сбегает на зимнюю квартиру. Чтобы не допустить этого, рабочие решили, что надо что-то, пока не поздно, пока не срослось, отпилить. Хорошо, что под рукой не оказалось чемоданчика с хирургическими инструментами. А вот ножовка по дереву с моторчиком была. В общем, поэтому в расход пустили дерево «Вампир». А пока его пилили, осторожно так, чтоб не оторвать ногу. Кто-то это дело снимал, да так, что оторвать бы руки. Некоторые, они же дети, проявляли практичность и домовитость не по годам. Ещё ветку тащим для дома. Ну и, собственно, с видеосъёмкой уже точно знали, что делать. Выложить можно в социальную сеть, парни, вы чё? Это ж лаки, блин! Большинство, правда, переживало всё-таки не за дерево. Это ну очень страшно! Конечно! Я боюсь, что много оттуда! В итоге хищные растения благополучно порезали на сочные дрова. На этот раз 1 апреля у него с мальчонкой не срослось. Продолжение следует... Продолжение следует...